Криминал Криминал В реке Витязевка обнаружен труп женщины. На обстоятельства смерти выясняют следователи. Вечная память В год 30-летия со дня трагедии на Чернобыльской АЭС на стене дома 12 по проспекту Ленина появилась мемориальная доска Леонида Бойбородева. В ритме танца в городе состоялся 4-й межрегиональный фестиваль «Танцующий апрель». Эти и другие темы сегодня в новостях на канале ТВ Коряжма. Меня зовут Алан Боболев. Здравствуйте! Сегодня в Коряжме в районе магистрального шоссе был обнаружен труп. На место происшествия выехали оперативные службы города. Тело было обнаружено в небольшой речке Витязевка возле кругового шоссе. На место прибыли следователи, полицейские и скорая помощь. Спасатели Коряжмской службы спасения помогали вытаскивать тело из воды. Известно, что труп принадлежит женщине. На ее ногах в момент извлечения из воды не было обуви, а на руке была бирка с надписью «Трактир». Носит ли смерть женщины криминальный характер? Сейчас в этом вопросе разбираются следователи Коряжмского межрайонного следственного отдела. Продолжим тему. С 18 по 24 апреля в дежурную часть отдела полиции поступило 140 сообщений о происшествиях. Произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. К административной ответственности привлечены 187 граждан. Сводки полиции озвучит Елена Архарова. Сотрудники полиции остановили личность подозреваемого в краже велосипеда из нежилого частного дома на улице Архангельской. Им оказался житель Украины. Мужчина нигде не работает и уже был ранее судим на территории своего гражданства. От него принят протокол явки с повинной. Возбуждено уголовное дело. Заявление от пенсионера. Он сообщил полицейским о том, что этой зимой кто-то проник на его дачный участок СНТ-садовода Севера-2. Отжал замок на бане и похитил оттуда электроинструменты. Общая сумма ущерба составила 16 тысяч рублей. Проводится проверка. Похожее сообщение поступило еще от одного мужчины. Только у него воры проникли в гаражный бокс на магистральном шоссе. Добычей злоумышленников также стали инструменты. В полицию поступил протокол явки с повинной от 37-летнего жителя поселка Черемурский. Он осознался в том, что еще 12 апреля вместе с своим знакомым на автомобиле КамАЗ похитил прицеп от другого большегруза, припаркованного около СНТ-садовода Севера-2. Проводится проверка. Утром, выезжая с проспекта Ломоносова, на улицу Архангельская женщина за рулем Киария совершила наезд на стоящую на светофоре ваззеватом модели. Сотрудникам ГИБДД женщина пояснила, что не справилась с управлением только потому, что при повороте у нее закружилась голова. Если вы стали жертвой или свидетелем правонарушения, своевременно сообщите об этом в отделе полиции по телефону 02-341-30 или по телефону доверия 3-00-00. Сегодня в день памяти погибших в радиационных авариях на набережной у памятного знака прошел митинг в честь ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Почтить память и возложить цветы пришли бывшие ликвидаторы, руководство города и филиалы группы ЛИ, депутаты, ветераны и школьники. 26 апреля стала доброй традицией встречаться у памятного знака в честь ликвидаторов чернобыльцев. Сегодня в сквере собрались ветераны, представители предприятий и учреждений Коряжмы, школьники, кто о катастрофе знает лишь по страницам учебников. У памятного камня и те, кто принимал непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Из Коряжмы тогда был призван 31 человек, девятерых уже нет в живых. Всех их сегодня вспомнили поименно. Их память почтили минутой молчания. О чернобыльцах лишь спустя годы стали говорить как о героях, отметив знаками участника ликвидации последствий аварии кого-то правительственными наградами. Тогда же они ехали в Припять выполнять свой гражданский долг. Время идет, нас становится меньше, и тем тяжелее становится дальше жить. На памятных мероприятиях вместе с чернобыльцами и их жены верные помощники, знающие, что пришлось вынести и пережить. Сегодня им вручили цветы и сувениры. О ликвидаторах все выступающие говорили с глубоким уважением. Это они ценой своей жизни и здоровья сумели сберечь мир от дальнейшего радиационного заражения. Благодаря мужеству и самоотверженности людей, первыми встретившими удар радиационной стихии, удалось избежать более ужасающих последствий этой трагедии. Позвольте мне от лица городской думы муниципального образования город Коряжма высказать слова глубокого уважения тем, кто ценой своего здоровья, а порой и жизни защитил мир от дальнейшего радиоактивного заражения. Вечная память героям! В завершение мероприятия горожане возложили цветы к памятному знаку в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной станции. На доме номер 12 по проспекту Ленина сегодня открыта памятная доска Леониду Байбородину. В год 30-летия со дня трагедии на Чернобыльской АЭС было решено увековечить память Леонида Борисовича, коряжемцам участника ликвидации последствий той страшной аварии. Решение об увековечении памяти Леонида Байбородина на минувшей неделе приняли депутаты городской думы. Установку мемориальной доски приурочили к дате. В этом году исполняется 30 лет со дня страшной катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Леонид Борисович был одним из тех, кто принимал участие в ликвидации ее последствий. На торжественном открытии ветер стремительно сорвал ткань с мемориальной доски, желая как можно быстрее сказать свое слово в память об этом удивительном человеке. Леонида Байбородина сегодня называли не иначе, как человек с большой буквы, готовым всегда подставить свое плечо. Он всю жизнь был в числе активных физкультурников, общественников. Это по его инициативе создана музейная экспозиция в третьей школе, которая рассказывает истории той страшной трагедии в Чернобыле. Энтузиазм его был, как говорится, музей организовать. Он даже свои доски на пол, как говорится, нам дали в подвале там. И вот я прихожу и говорю, Леня, ты где доски взял? Он говорит, привез от себя с дачи даже вот до чего. Он увлечен этим был и он не стоял ни перед чем. В 1987 году Леонид Байбородин организовал общественную организацию ветерана Чернобыля. Она стала одной из первых в Советском Союзе объединившей бывших военных ликвидаторов. Леонид Борисович добивался признания заслуг чернобыльцев, их медицинского обслуживания и социальной поддержки. Мемориальная доска установлена в знак благодарности и памяти Леониду Байбородину. Впереди новости региона, затем прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь на телеканале ТВ Корежма. В Середвинске под колеса лихача едва не угодили двое детей. Подробности прямо сейчас. В шаге от трагедии в Середвинске водитель легковушки едва не покалечил двух детей, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Час пик. На перекрестке улиц Труда и Карла Маркса загорается зеленый сигнал для пешеходов. Они начинают переходить дорогу и в этот момент на полном ходу в толпу людей влетает автомобиль. На замедленных кадрах виден тот самый счастливый случай, который спасает двух мальчишек, если не от верной гибели, то от тяжелых травм. Факт данного нарушения зафиксировал видеорегистратор одного из жителей нашего города, который обратился в отдел ГИБДД с заявлением о том, чтобы данного водителя-нарушителя привлекли к административной ответственности в соответствии с законодательством. Личность водителя лихача уже установлена. За рулем автомобиля находился Северодвенец с 1996 года рождения. Теперь с ним разбираются полицейские. На летний отдых юных северян выделены дополнительные средства. Почти 65 миллионов рублей по море получат из федеральной казны. Правительство России решило помочь регионам организовать отдых и оздоровление детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В этом году Архангельская область направит на эти цели цифру существенно больше, чем было в прошлом. Все детишки, которые нуждаются в поддержке и семьи для отдыха, будут обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами. Кроме того, вы знаете, что в этом году правительство приняло решение о скидках на проезд к месту отдыха, чего не было ранее. В этом году в Архангельской области для детей откроется около 500 загородных и профильных лагерей, а также пришкольных площадок. Там отдохнут 60 тысяч юных северян. На летнюю кампанию с учетом федеральной поддержки регион потратит около 600 миллионов рублей. Роспотребнадзор сообщил о фальсифицированной молочной продукции ООО «Лактамол Прот» на прилавках магазинов. Указанное предприятие по фактическому и юридическому адресу отсутствует. Оборотнем в погонах задержали архангельские спецслужбы в Сиродвинске. 37-летний капитан полиции попался на взятки. 29 апреля открывается навигация в южных районах области. Спасатели предупреждают о соблюдении мер безопасности на воде. С вами была Елена Архарова. Передаю слово своим коллегам. Весенняя ярмарка 2 и 3 мая вновь порадует корежемцев. На ярмарке мясные деликатесы и свежайшее сало, сыры, масло, мед, конфитюр из разных регионов России. Кондитерские изделия, кубанские сухофрукты и восточные сладости. В продаже мужская и женская одежда к весенне-летнему сезону, череповецкий трикотаж, а также товары для дома, саженцы, рассада и многое-многое другое. Ждем вас на ярмарке 2 и 3 мая перед зданием администрации города. 28 апреля в спорткомбинате «Олимп» выставка продажи верхней женской одежды новой коллекции «Весна-2016». Пальто из драпа, кашемира, куртки, плащи, ветровки. Ждем вас 28 апреля в спорткомплексе «Олимп» с 10 до 17 часов. Возможен кредит без первоначального сноса. Ювелирный салон «Адамас» объявляет акцию. С 23 по 30 апреля действует скидка 30% на православные украшения из золота и серебра, подвески, крестики, кольца. Салон «Адамас» торговый центр «Фаворит» первый этаж. Магазин «Витязь» предлагает с доставкой до вашего приусадебного участка самые сильные теплицы, которые не боятся снежных зим. Оцинкованная профильная труба 40 на 20, арки с шагом 67 сантиметров, дополнительные боковые форточки, фундамент не требуется, бесплатная доставка, кредит, действует акция. При покупке теплицы до 1 мая садовая тачка в подарок. Магазин «Витязь», «Коряжма», «Ленина 42А», телефон 3-31-68, 8-921-291-42-42. В магазине «Энергия» большой ассортимент оборудования для отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации. В продаже компактные печи, котлы, простые в установке, удобные и экономичные в использовании. В наличии радиаторы, трубы, насосы, приборы учета и многое другое. «Энергия» – комфорт у вашего дома. Всегда рады видеть вас в нашем магазине на Пушкино-15. Дворец Порта «Олимп» меняет время работы в мае. С понедельника по пятницу с 8 до 22 часов, в воскресенье с 15 до 22. Сауны работают ежедневно. В мае и июне для посетителей правовой турецкой сауны дополнительный час в подарок. Предварительная запись по телефону 3-30-09. Ты кто? Я – ваше счастье. Девочка, мы тебя, как это сказать, не планируем? Проходи. Разве счастье можно планировать? Счастье не планируют. Депутаты ежегодно будут отчитываться о доходах и об имуществе. На очередной сессии было принято положение о порядке проверки сведений, которые будут ими представлены. Как шло обсуждение вопроса – далее в программе. Согласно федеральному законодательству, депутаты городской думы должны представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Это одно из требований закона о противодействии коррупции. Поэтому на состоявшейся 21 апреля сессии предстояло утвердить положение о порядке проверки достоверностей и полноты представленных сведений. Депутаты будут обязаны ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующее за отчетом, предоставлять комиссию сведения о своих доходах, полученных за отчетный период от всех источников, а также сведения в имуществе, принадлежащих ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию, наконец, за счетного периода, коллеги, это значит, 31 декабря. Положение вызвало немало вопросов. К примеру, каким законом депутаты отнесены к муниципальным служащим? И вправе ли законодатели требовать отчетов с депутатов, работающих на безвозмездной основе? Скажите, пожалуйста, статью закона, где дано понятие, кто такой муниципальный служащий? Муниципальный служащий, лицо замечающего муниципального должности депутата, отнесены действительно к этой категории. Не весь перечень муниципальных служащих вообще-то предоставляет отчеты, насколько я понимаю и насколько я знаю. То есть, я все думаю, отчет так интересно стало у депутатов на неосвобожденной основе и ковыряться в кошельках. Весь разговор, потому что депутаты не хотят показать свои доходы, вот и все, перед населением. А зачем показывать? Слушайте, а мне так нравится декларировать доходы. Что скрывать? Нам скрывать нечего. Обязанность по предоставлению сведений о доходах и имуществе депутатам городской думы предусмотрена федеральным законодательством. Поэтому, каким бы заключением ни пришли заседавшие на очередной сессии, им все равно пришлось принимать решение по вопросу об утверждении положения о порядке проверки, достоверности и полноты представленных сведений. Лица, замещающие муниципальные должности, депутаты городской думы, обязаны предоставлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и, соответственно, супруги несовершеннолетних детей. В соответствии с частью 4.1 ст. 12.1, также федерального закона о противодействии коррупции, они также обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, когда у нас происходит ситуация с возникновлением конфликта интересов. В итоге за проголосовало 16 депутатов. Положение было утверждено, а следом сформирована комиссия, которая будет вести контроль за достоверностью сведений о доходах, расходах и имуществе представленных депутатами. Комиссию возглавил Андрей Рулев. Заместителем председателя избран Александр Пылев. В состав комиссии вошли Николай Давыдов, Николай Полутов и Наталья Слепцова. Секретарем комиссии избрана Елена Коровинская, ведущий специалист аппарата городской думы. С принятием положения отчитаться депутаты Коррежемской городской думы должны будут уже в этом году. Отчеты за 2015 год о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги и несовершеннолетних детей депутаты должны подать срок до 30 апреля 2016 года. Учреждения и организации города начали подготовку к празднованию Дня Великой Победы. 9 мая массовый праздник, поэтому перед организаторами стоит непростая задача – заинтересовать людей разного возраста. В этом году в Коррежме будут организованы площадки, где каждый из нас может быть не просто зрителем, но и участником концертных номеров и мастер-классов. По традиции 9 мая горожане соберутся на главной площади Коррежмы. В этом году бессмертный полк начнет свое шествие от спорткомбината Олимп. На площади Лейна все собравшиеся примут участие во всероссийской акции и споют песню «День Победы». Затем все проследуют к обелиску Склавы, где пройдет минута молчания и возложения цветов. На набережной города будут организованы площадки, где жители будут не просто зрителями, а участниками. Такие площадки, как военная стометровка, где все желающие, которые пришли на праздник, могут пройти минное поле, канатную дорогу, принять участие в конкурсе по оказанию первой медицинской помощи. Будет организована такая площадка, как «Я служила, горжусь этим». Участникам предложат посоревноваться в разборке и сборке автомата, метании гранаты, оказании первой медицинской помощи. Свои навыки смогут показать и бывалые солдаты, и школьники. Будут работать и традиционные для такого массового праздника площадки, к примеру, солдатская каша. На набережной опять же в 13 часов мы все вместе споем «Катюшу», акция «Страна поет Катюшу». Год кино, мы не можем обойти тему кино, поэтому будет еще одна площадка. Раскрывайте секреты, каким образом она будет устроена, я сейчас не буду, но я скажу, что это будет площадка, которая называется «Военный кинозал». На набережной города будет работать выездная экспозиция музея. Для детей будут организованы мастер-классы. Организаторы намерены на праздничных площадках задействовать всех пришедших на мероприятие. День Победы – это не просто красная дата в календаре или дополнительный выходной. В этот день мы, живущие на земле, должны отдать дань памяти и уважения всем тем, кто не вернулся с войны, кто своим трудом приближал День Великой Победы. В преддверии Дня Победы активисты Общероссийского народного фронта проводят мониторинг по всем регионам страны. Они проверяют состояние мемориалов «Вечный огонь» и их функционирование. В Коряжме «Вечный огонь» был зажжен в прошлом году. «Вечный огонь» – это дань памяти воинам, которые отдали свои жизни в боях Великой Отечественной войны. В Коряжме «Вечный огонь» был зажжен ровно год назад. Он входит в комплекс «Обелиска славы». Все это время за его техническим состоянием следит Котловская газовая компания. За чистоту и внешнее убранство мемориала отвечает коряжемская организация МОП «Благоустройство». «Вечный огонь» в городе Коряжме работает постоянно. Актов вандализма не зарегистрировано. Люди у нас порядочные. Мы производим оплату того газа, который поставляется для обеспечения работоспособности «Вечного огня». Это примерно 120 или чуть более того кубометров в год. Примерно 75 тысяч рублей. Работа не тяжелая, но важная. МОП «Благоустройство» круглогодично убирает территорию вокруг «Обелиска» и по необходимости проводит косметический ремонт. Сегодня Александр Елагин как раз провел переговоры с подрядчиком, который с сегодняшнего дня начинает приводить в порядок «Обелиск» и территорию вокруг него. Новости культуры. В Коряжме состоялся четвертый межрегиональный фестиваль «Танцующий апрель». Он объединил 15 хореографических и танцевальных коллективов Архангельской и Вологодской областей. Конкурс сюжетного танца определил лауреатов и дипломантов в трех степеней в четырех возрастных группах. На галоконцерте участники устроили показательные выступления. В этом году фестиваль-конкурс проходил под названием «Руси источники живые». Поэтому и открытие галоконцерта возвращало зрителей к истокам, народным традициям. Передаваемым из поколения в поколение и сохранившимся через века. Опять звонят колокола России. Колышется окрест пасхальный звон. В нем красота, величие и сила. Великий золоченый лекон. «Танцующий апрель» познакомил с культурой многих народов. Участники фестиваля представили зажигательный танец народов Северного Кавказа. Правда, в роли бравых джигитов, как оказалось, пришлось выступать девчонкам. Несмотря на то, что при воде на на север России с Индией разделяет тысячи километров, участники ансамбля «Лакшми» смогли передать весь темперамент, свойственный индийскому народу. Многие коллективы в своих постановках следовали русским народным танцам. От того и название «Москва, золотоглавая, зенокосная пара». Главное требование фестиваля конкурса было показать сюжетный танец. Мне конкурсная программа очень понравилась. И я считаю, что у заявленных участников достаточно высокий, хороший уровень. И, в принципе, сюжетные номера были. Это непростая задача, но они были. И я надеюсь, что мы по достоинству их оценили. Жюри не делало скидок на то, что на сцене самодеятельной коллективы все выступления соответствовали конкурсной программе. Причем уровень всех выступающих был так высок, что жюри решило не присуждать в этом году гран-при, считая, что высшие награды достойны все участники. Вы знаете, с каждым годом все интереснее и интереснее. Я вот это вот сейчас смотрю и наблюдаю. И, вы знаете, есть большие успехи. Сегодня был такой замечательный отсмотр номеров коллективов. И я хочу сказать, что уровень достойный. И надеемся, что это будет всегда. И покорять будут не только Коряжму, но и другие города России. Потому что уровень, действительно, я вам говорю, очень достойный. Фестиваль этого года объединил хореографические коллективы двух регионов. До последнего дня был под вопросом приезда стюжан. Организаторы следили за ситуацией в регионе под топленным паводком. Но детский ансамбль «Веснушки» был одержим желанием показать свое мастерство. И вот он на сцене Коряжмского культурно-досугого центра. Мы узнали, загорелись об этом конкурсе и решили поучаствовать. Мы очень долго готовились и показали все, что могли. Мы очень-очень старались. Даже несмотря на какие-то маленькие неудачи. Мы здесь. И мы считаем, что мы защитили город Великий Устюг и выступили достойно. Композиция ансамбля «Пульс» была очень созвучна скорым майским дням, где переплетаются боль, потери и радость Великой Победы. Коллектив был достоин звания лауреата второй степени в возрастной группе 14-17 лет. Ансамбль народного танца «Узорочки» превзошел все ожидания жюри и зрителей. А его хвастуны стали милым украшением всего фестиваля. Коллектив стал лауреатом первой степени в группе 10-13 лет. В этом году фестиваль «Танцующий апрель» как один из социальных проектов в сфере культуры вновь поддержала группа ИВИН. Организаторы выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. Руководитель отдела культуры Светлана Ларионова пообещала межрегиональный фестиваль сделать международным, а председатель жюри был уверен – за молодым поколением – будущие культуры нашей страны. Любители музыки и театрального творчества в любой из дней этой недели смогут насладиться прекрасным. Коряжемская детская школа искусств и культурно-досуговый центр приглашают коряжемцев на свои мероприятия. В Дыши им уже стала традицией устраивать сольные концерты выпускников. За их плечами участие в творческих конкурсах разного уровня. Так, 28 апреля представит свое исполнительское мастерство игры на вояне Владимир Меньшаков, а 27 апреля Владислав Ерофеевский, учащийся по классу балалайки. В пятницу в Дыши состоится два концерта. В 16 часов свой творческий отчет готовит учащийся по классу скрипки преподавателя Татьяны Журковой. А в 18 часов 7 выпускной класс хорового отделения будет держать государственный экзамен. Пройдет он в форме сольного концерта. Поэтому приглашаются зрители. Любители театрального творчества в очередной раз готовы удивить студия «Вариация». 27 и 29 апреля юные театралы представляют свою новую постановку «Спасибо, что ты есть». В нее вошли поэтические и прозаические произведения русских классиков и авторов современности. В конце выпуска вернемся к теме годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сегодня в рубрике «Нескучный архив» мы покажем сюжет пятилетней давности и вспомним, как в Коряжме прошел митинг, посвященный 25-летию тех страшных событий. 26 апреля – день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В Коряжме у закладного камня на месте будущего памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции состоялся митинг. Над страной всегда витало зло. Нашим бедам нету перерыва. Перестройке так не повезло. Началось с Чернобыльского взрыва. 25 лет назад Украина пережила беспрецедентную катастрофу – ядерную. 26 апреля 1986 на Чернобыльской атомной электростанции взорвался 4-й энергоблок. Радиационное облако накрыло не только Украину, Беларусь и Россию, а также Восточную и Северную Европу. Об инциденте в тот день сообщили лишь маленькой заметкой на последней полосе одной из советских газет. Весь мир узнал о масштабах трагедии лишь через несколько суток. Когда ехали в командировку, совершенно не представляли, куда едем, зачем едем. И никто не знал, как это все обвернется. Я бы хотел обратиться к вам, уважаемые ликвидаторы, поблагодарить вас за то мужество, за тот героизм, который был вами. Или за те поступки, действительно, поступки, они просто, вы просто делали честно свою работу. А сегодня оказалось, что своим здоровьем, своей грудью закрыли мощнейшие территории Киевской, да и всей Украины, Белоруссии, половина России. Четверть века назад случилась беда, которая непостижимым образом переплела человеческие судьбы. Одних она до смерти испугала, сорвав с насиженных мест. Других, напротив, призвала туда, где произошла трагедия, сделав ликвидаторами. Все мы помним наших товарищей, которые сложили жизни, сейчас погибшие, как можно сказать, умершие от этой радиации. Это очень страшная такая система. Я всех скорблю вместе со всеми и с вами тоже по этой всей трагедии. Число жертв аварии на АЭС неизвестно до сих пор. За семь лет в Чернобыле побывали 177 коряженцев и жителей Котловского района. Более двух десятков из них уже нет в живых. Ну, тяжело, конечно, эти все вспоминать, все это, и смерти, и все это. Ну, вот, встретимся с товарищами, переговорим, вот, один на один. Что-то я не умею говорить сейчас. А вы в каком году там были? В 87-м году, с Байбородином вместе. Вот Байбородин, там, ну, все водители наши, вот, все вот были, вот, это, все. Когда, значит, доза была набрана, всех отправили домой. Сколько тогда разрешил прокуратуру СССР? У всех разная доза и по-разному, вообще-то. В Коряжме в этот день у закладного камня ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС прошел митинг. Завершился он возложением цветов в память о тех, кто принял приказ и выполнил долг. Как говорят сами ликвидаторы, просто исполняя свою работу. В недалеком будущем, как заверил мыр Коряжмы, на этом месте появится монумент героям-чернобыльцам. Как не сильно ряды в поредели, это мы, слышишь, Господи, мы, те, кто землю спасли в том апреле. Завершение выпуска о погоде на завтра. В среду в городе тепло и сухо, ночью плюс 4, днем до плюс 15. Ветер восточный 5 метров в секунду, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Уровень воды в реке за сутки увеличился на 18 сантиметров и сейчас достигает 616 сантиметров. Информация предоставлена Коряжмской службой спасения. На сегодня это все новости. Увидимся на канале ТВ Коряжма. 25 апреля не стало коряжмского журналиста Константина Чазова, известного под творческими псевдонимами Константин Чалов и Юрий Константинов. Его похороны состоятся 28 апреля. Прощание с Константином пройдет в Коряжмском храме преподобного Лонгина в 12.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова